Всем добра! В конце прошлого года вышел квест от испанской компании Pindula Studios Alfred Hitchcock Vertigo. Естественно, по одноименному шедевру Альфреда нашего Хичкока. И хотя в названии фигурирует только головокружение, впечатления и идеи испанца набирались и из других фильмов режиссера. Сюжет игры рассказывает о писателе Эдди Миллере, который поехал кукухой и уверен, что своими руками убил собственную жену и ребенка. Хотя все, кто знал Эда, в курсе, что ни жены, ни детей у него не было. Чтобы разобраться с протечкой, к Миллеру по просьбе его друга приезжает профессор психологии и пытается выяснить, что же произошло на самом деле. Если хотите узнать всю историю в деталях, могу порекомендовать ролик на моем канале на эту тему. Там все детально, подробно и с картинками. А сегодня я хочу рассказать о тех моментах, которые не дали мне полностью погрузиться в историю, а иногда заставляли просто проржаться. Сегодня хочу рассказать про баги, сюжетный абсурд и прочую ерунду. Надеюсь, будет интересно. Самое обидное, что хрень начинается в самом-самом начале игры. С детства Эд обожал истории про пиратов. Одними из его любимейших были книги Сальгари. И Эд рассказывает об этом Фэй. Но стоп, я ясно слышу. То есть сын черного корсара. А локализаторы пишут, как сын красного корсара. Мой мозг немного взорвался. Полез гуглить, разбираться и понял, почему запутались разработчики. И та, и другая книга в действительности существуют. Обе написал Эмилио Карло Джузеппе Марие Сальгари. Итальянский писатель, автор приключенческих романов о пиратах. И тут локализаторам вроде бы нужно выразить респект. Они заметили ошибку и поправили ее как смогли. Хотя бы в тексте. Но нервные клетки в моем мозгу начали бунтовать. И я уже стал внимательнее приглядываться ко всем моментам игры. Но это я еще могу простить. Но лучше. Сука, лучше. Хотя разработчики и без локализаторов справляются. Посмотрите на шею Эда. А это ведь отрендеренные по сути сцены. Ну можно же было как-то эту хрень убрать. Радует, что такого в головокружении крайне мало. А вот чего дофига, так это обмана в свободе выбора. Эду вроде постоянно предлагают сделать выбор. Как ответить, как поступить. А в итоге, в сюжете абсолютно ничего не меняется. Чтоб не быть голословным, вот пример. Когда отец приходит к мелкому Эду и предлагает поиграть в шпионов, в первый раз я согласился. Даже ребенок не станет спорить с алкоголиком. При втором прохождении, я решил нарваться на люлей. И тупо хамил. Но вместо того, чтобы отвесить подзатыльник, отец пропустил хамство мимо ушей. И Эд все равно идет шпионить за своей матерью. Так что про реиграбельность можно забыть. И никаких неожиданных поворотов в сюжете вы не найдете. Есть и множество несуразностей, за которые цепляется глаз и мозг. И вызывает лишние вопросы, которые отвлекают их. Вот Фэй собирает по дому игрушки. Берет большую погремушку и засовывает в задний карман джинсы. Ну ладно, может мягкая игрушка, ее удалось смять и сложить. Но вот как она в этот же узенький кармашек засунула пластмассовый нагреватель для детского питания. Неужели трудно было для этой сцены дать девушке в руки коробку или сумку какую-нибудь. Или юная Фэй, которая в те времена была Вероника, пальцем заснувшего Эда разблокирует его телефон. Вроде ничего не должно смущать. Только приглядитесь, телефон она держит обратной стороной и проводит пальцем не по экрану, который считывает отпечатки пальцев, а по пластику обратной стороны, где нет никаких сенсорных панелей. Это видно и по логотипу компании и производителя, да и по объективам камеры. А дальше мой любимый альпинизм. Ну вот никак не могут разработчики игр в альпинизм. Сразу скажу, я не альпинист и не паркурщик, но очевидные и логичные вещи заметить могу. Вот Фэй подходит к мосту и собирается забраться наверх. На поясе у нее привязан мешочек с тальком, чтобы руки не скользили. Руки, которые потеют при напряжении. Руки, а не перчатки. Дальше нам показывают, как Фэй взбирается по опоре моста. Ну вот трудно было что ли совместить модельку героини, чтобы руки и ноги совпадали с выемками на опоре. А так какой-то человек-паук получается. Или муха, которая с легкостью взбирается по ровным вертикальным поверхностям. А чуть выше перчатка вообще прилипает, и Фэй спокойно висит на одной руке. Но на этом мы с альпинизмом не закончили. Фэй привязывает к ноге веревку, чтобы совершить трюк и обмануть Эда. Она должна спрыгнуть с моста, с косплеев смерть отца. Но блин, как? Это обычная веревка, привязанная за одну ногу. Если просто немного разбираться в физике, то эта нога у этой мухи должна просто оторваться, а Фэй полететь вниз. Видимо, Фэй сама об этом догадалась, и в момент падения мы уже веревки не видим. Непонятно, то ли девушка сама ее отвязала, то ли разработчики забыли ее в этой сцене нарисовать. И снова немного физики. Фэй спрыгнула с моста, и через секунду мы уже видим ее стоящий под мостом. Значит, она должна была рассчитать длину веревки так, чтобы легко можно было отцепить ее от ноги. Но это просто нереально сделать без напарника и только при помощи одной веревки. Фэй должна была или болтаться вверх ногами, если длина веревки была бы нормальной, но тогда она не смогла бы так быстро отвязаться. Или ее глаза и мозги должны были бы остаться на одной из опор, если сделать веревку чуть длиннее, чтобы можно было легко забраться на выступ. Еще очень не хватило в игре геймплея, каких-нибудь мини-игр. Вот, например, юная Вероника, которая Фэй, берет в руки кубик Рубика. Почему тут не вставить мини-игру, чтобы нужно было собрать этот кубик? Пусть не целиком, это довольно непросто, но хотя бы одну сторону соберет практически любой. А это хоть немного разнообразило бы геймплей. Тем более, что целиком кубик собирать и не нужно по сюжету, вместо этого нам показывают уже практически собранный кубик в руках девочки. С геймплеем вообще достаточно проблем. Частенько одни и те же действия в одной и той же сцене нужно один раз выполнять при помощи мыши, а через пару секунд уже на клавиатуре. Зачем, а главное, нахрена так сделали, я так и не понял. Другой момент, который я бы тоже отнес к геймплейным недоработкам, это сцена на ферме. Я немного побегал и догадался, что все дело в тракторе. Слишком подозрительно он стоит и слишком подозрительно выглядит под ним куча листьев. Но я никак не могу убрать эту махину, просто не могу. Не потому что ключа нет и его надо найти, ключ как раз в тракторе на видном месте. Просто я не исследовал другие участки локации, которые должен сначала исследовать, прежде чем вернуться к трактору и бункеру под ним. На этом на ферме с маразмами еще не все. По сюжету, помощник шерифа Адам сначала подозревает в убийстве своих дяди и тети именно Эда. Но вскоре ситуация проясняется. Приезжает шериф Ник Рейс и объясняет, что есть веские улики невиновности Миллера. Все вроде помирились и все выяснили. Но спустя несколько минут Адам снова держит Миллера на мушке и заставляет выполнять свои требования, угрожая пистолетом. А спустя еще пару минут куда-то пропадают Роберт Керриган, приемный отец Фэй, и доктор Ломас, тот самый психиатр. Вот они вроде стоят вместе со всеми во дворе фермы, а потом куда-то пропадают и не отсвечивают. Даже когда камера поднимается вверх и видно весь двор, Роберта и доктора мы нигде не заметим. Видимо разработчики поленились придумывать для них какие-то сцены и фразы и просто убрали, чтоб не мешались. Ну и вишенкой на торте стала финальная сцена, когда доктор Ломас рассказывает про детство Вероники. Она получила информацию из агентства по усыновлению. Оказалось, что биологические родители насиловали девочку и издевались над ней. Именно поэтому психика ребенка сломалась, и она сначала пыталась утопить щенка, а потом начала убивать людей. Вроде все логично. Только Роберт усыновил Веронику, когда ей было два года. Что-то я очень сомневаюсь, что даже самый извращенный педофил стал бы насиловать двухлетнего младенца. Хотя разработчикам виднее. Я на столько возвращениях не разбираюсь. А может сценарист просто забыл то, что писал до этого, а потом уже было лень копаться в собственных записях. Но несмотря на весь этот бардак в сюжете и геймплее, игра все равно получилась неплохая. Да, не шедевр Хичкока, но провести вечерок за этой историей вполне себе отличное времяпрепровождение. Если понравился ролик, прожмите лайкос и в комментах чего не черканите. И всем добра. Субтитры создавал DimaTorzok